всем здорово ребята вы на канале поршень покинул чат сегодня мы будем варить выхлопную систему мы попытаемся ее сделать гарантии что мы сделаем нет но шансы есть варит индус звать его сунил варит он отлично но у нас есть одна проблема это все смонтировать и сложить у меня опыта нету у индуса опыта нету сунила есть там один человечек который приедет скоро и у него есть немножко опыта ну короче что будет то будет полетели чем имеем для сварки я щас вам покажу имеем мы две нержавеющие трубы диаметр 60.3 миллиметра толщина стенок полтора миллиметра стали которая не будет реагировать там на соль на на всякие кислоты на дороге в общем кислотно защитная нержавеющая сталь дальше идем два колена под 45 градусов с нержавеющей стали тоже защитная на кислоты гофра с это по моему с бмв е-46 трехлитрового дизеля если я не ошибаюсь и там по-моему подходит 2 и 5 3.0 вот такие фланти два штучки плюс прокладочка по межтрубами расширитель с 60 на 70 почему я взял потому что я хочу чтобы конечные трубы были семидесятки две то есть именно уже на последний на выхлоп и вот вот она имеется разделить на два и пустить сзади чтобы были вот такие вот две трубы тоже нержавка только 70 вроде думал что оказал полированную но заказал не полированную вышла вышла вот такая еще заказал тоже купил полированную но мне кажется что это будет ну зам замаловатая маловатая труба будет ее будет не хватать так что с это я не знаю пока что мы сделаем может быть что-то сделаем может быть и сделаем в общем ну надо будет еще примере чем туда влезет чем туда не влезет как то так сейчас будем приступать к сборке и все покажем на деле как это будет выглядеть работа думаю будет нелегкая совсем нелегкая но мы попробуем попытаемся но не получится не получится ничего страшного получится знать четко и будем открывать цех по завару выхлопа ладно это я шучу но тут нормально ok это чё Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мы должны отрезать все вещи Сюда Все, ребята, разобрали почти выхлопную систему Сейчас будем пробовать, примерять, представлять, пробовать, как оно будет подходить, не подходить И будем двигаться дальше Сунильчик шарит свои темы Роты Гофра работает Все четко, приварено, приварено красиво Даунпайп сделан Так скажем, половина работы уже за нами Осталось еще чуть-чуть Ну что Короче, мы не выдержали И вчера не засняли видосик до конца Потому что начали мы в 2 часа дня Закончили в 2 часа ночи Уже все были мертвы Я, честно говоря, не знаю, как мой индусик выдержал всю эту тему Потому что он сначала отработал 8 часов Потом еще здесь 12 Короче, это была жесть для него Для меня это тоже была жесть Ноги отваливались Но мы закончили наше дело Выхлоп на М57 моторе Трехлитровом дизеле завершен Даунпайп, прямоток, без влушителей Зацените, как он звучит Полетели В общем Добились мы вот такого результата Немного громковато Думаю, может быть Поставить глушитель Но не факт Пока поездить, покатаю Короче, громко Но не на максимум Громко, но терпимо Можно ездить Звук интересный Поменялся Он колоссально Потому что, ну, был абсолютно другой Если вот здесь Короче, в следующем мы вставим Какой он был И какой он встал Это сейчас на холодную На горячую Немножко по-другому звучит Но, в общем Мне нравится И оно того стоило В общем Сейчас вот такой у нас звук В салоне В принципе Ну, сильно большой разницы нет Особо ничего не поменялось Ну, немножко Немножко громче Звук Не мешает И он, ну, чувствуется Как будто, знаете 300 сил добавилось Чисто Но не тихо Не тихо Я не могу сказать Что это тихо Не могу сказать Что это громко Это среднее Это средний звук И я думаю Мусора, в принципе Ну, не должны иметь К этому каких-то проблем Если я, конечно Не буду в пол давать В пол Если не буду давать То проблем быть не должно Давайте заглянем Как оно выглядит Снизу Ну, короче Выглядит вот так Залазим под низ Смотрим Что у нас здесь интересного Короче Здесь получилось В принципе Все четко Кроме Одного Один маленький нюансик Этот нюансик Это вот здесь Старая труба Потому что у нас не было Колена Такого Алюминиевого Алюминиевого Нержавей С нержавейки Именно такого И пришлось Вварить старую Ну, она диаметром Даже больше Чем Чем это Так что В принципе Все подошло И все нормально Выглядит Все четко Ничего не бьет Ничего не стучит Но Пришлось Немножко Запариться С этим всем делом Потратили мы много Времени Очень много Времени мы на это Потратили Ну, как Очень много В принципе 12 часов Немного Немало Адекватно Пока это все Выставляли Пока Ну, там Что-то выставили Оно здесь Начало Перетягивать Трубу влево Потом трубу Вправо Перетягивать Вот здесь Было на этом моменте Очень нелегко Вот именно Вот это вот Сварить Потому что Здесь нужно было Ловить определенный Градус Мы его ловили Раз 15 Так что Было нелегко Ребята Но мы его поймали Все сделано Все четко Звук На любителя Так скажем Но Интересный Интересный Я думал Нет, в принципе Я и думал Что будет Не настолько громко И не настолько тихо Что будет Вот примерно Как-то вот так Потому что Я посмотрел Много видео На ютубе И Дошел до вывода Что можно В принципе Делать без глушителя А потом На крайний случай Его Вот например Сюда Вот в это место Варить Здесь у нас есть Сантиметров Я думаю 30 И если что Всегда в 30 Сантиметров Варится Какой-то глушак Без проблем Как-то так Ставьте Палец вверх Комментарии Скажите Как вам звук Понравилось Если вам Видео Высылайте Друзьям О которых М57 Д30 Пусть Переваривают Себе Делают Даун Пайп Это на самом деле Не так сложно Если у вас Есть хороший Сварщик Который Варит Тихо Так что Всем пока Видимся В следующих Видео Продолжение следует